Год минувший химики прожили достойно. Выбранный ранее стратегический курс на глобальном рынке в качестве производителя синтетических каучуков и пластиков принес свои плоды. Общая выручка от реализации товарной продукции и услуг в 2015 году превысила выручку 2014 года более чем на 13%. Хорошие доходы дают возможность предприятиям группы компаний ТАИФ участвовать в республиканских программах, в частности в развитии Камского кластера, что само по себе должно благоприятно сказаться на городе. Я понимаю, что развитие Камского кластера потребует серьезных инфраструктурных изменений. Прежде всего это транспортные, это автомобильные дороги и расширение железнодорожного транспорта, турбопроводного транспорта, привлечение подготовок специалистов, социальные бытовые условия для людей, которые живут в этой зоне. О дальнейшем развитии Нижнекамска разговор продолжился и во время встречи членов Совета директоров с журналистами. И главный вопрос строительства социальных объектов в 47-48 микрорайонах. По вопросу строительства социальных объектов мы главе города Агарасича сделали предложение, они изучают. Я думаю, вот здесь Иерусал Дмагалевич тогда, после мы обсуждали социальные вопросы школы, детские сады, торговые центры будут решаться. Если данный вопрос еще в процессе разработки, то два огромных проекта, обновление набережной и городского парка – дело решенное. Нижнекамцы получат их к юбилею города. Безусловно, это то, что даст импульс для развития городских пространств, для того, чтобы люди имели не только возможность работать, но и отдыхать. Я в этой связи надеюсь, что вот эти программы, они будут продолжены и развитие это будет создавать те условия, когда люди будут иметь желание идти на работу, возвращаться домой. Затронули тему дорог. Большой транспортный поток давно требует разгрузки. Президент поделился идеей, как адаптировать дорожно-транспортную сеть. Если вот через Соколки сделать перемычку, она и нужна, значит, уже Нижнекамц будет километров на 40-50 градусов ближе. И дорога будет более безопасная. То есть доступность до столицы будет значительно сокращена. В завершении собрания акционеров был избран новый состав Совета директоров. Его члены поддержали предложение президента республики и председателем Совета вновь выбрали Владимира Бусыгина. А также подтвердили полномочия генерального директора нефтехима Азата Бекмурзина. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР.